Добрый день, уважаемые жители Бурабайского района и города Чуевска. Я являюсь главным специалистом Бурабайского управления самобедконтроля, главным специалистом. Фамилия Майя Сарсикеев, зовут меня Аблан Амарович. На сегодняшний день я хотел бы ознакомиться с ситуацией по COVID-19. На сегодняшний день в Бурабайском районе зарегистрировано 11119 лабораторий по определенным случаям COVID-19, в том числе 9601 симптомами, 1518 бессимптомные случаи, находятся на статус лечения 177 человек, выздоровевших 10660. Летальных исходов в летальных случаях у нас 182. Необходимо указать, что с марта месяца по 25 июня заболеваемость коронавирусной инфекцией у нас не регистрировалась. Начиная с 26 июня в районе отмечается рост регистрации случаев коронавирусной инфекции. Так, с 26 июня по 26 августа в районе зарегистрировано 802 случая лабораторно подвиженной COVID-19. В районе прослеживается стабильная регистрация случаев. Так, за период с 26 по 1 июля в районе было зарегистрировано 4 случая COVID-19. С 1 июля по 10 июля 11 случаев. С 11 июля по 17 июля зарегистрировано 45 случаев. С 18 июля по 26 июля 67 случаев. С 25 июля по 31 июля 122 случаев. С 1 июля по 5 июля 192 случаев. С 6 июля по 13 июля 8 августа 177 случаев. С 15 июля по 20 июля 137 случаев. С 22 июля по 25 июля 49 случаев. Отмечается снижение по этим цифрам на 2,7%. Из 802 лабораторно подвиженных случаев COVID-19 756 случаев с симптомами и 46 случаев бессимптомов вероятного средства. В том числе детей до 14 июля заинтересировано 207 случаев. При анализе заболеваемости установлено, что из 597 заболевших взрослых 473 заболевших были не вакцинированы. То есть составляет 79,2%. 20 шеф заболевших имеет только одну вакцинацию. 209 человек имеет полный курс вакцинации с первичной ревакцинацией. Заболели 84 человека с повторной ревакцинацией. То есть говорит о том, что по этим данным люди не вакцинированные или прошедшие неполный курс ревакцинации болеют чаще. При анализе непривитых заболевших по континентам установлено, что из 473 случаев непривитых против COVID-19 пенсионеры, что составляет 33,9% к 181 человек. Неработочное население 37,5% – это 146 человек. Работочное население 30%, 9% – это 140 человек. Остальные заболевшие прибывшие к нам из ближнего зарубежья. Территориально из 800 случаев 7,4 и 3 заболевания коронавирусной инфекцией находится на территории жителей города Чучуньска. И 26% случаев на территории населенных пунктов Пашелок-Бурбай – 54, село Зеленый Бород – 57, Аулки-Несары – 13, село Катар-Коль – 33, село Ускен-Юрех – 10. Других населенных пунктов регистрируются единичные случаи. В районе продолжается вакцинация и ревакцинация населения против COVID-19. Необходимо указать, что на сегодняшний день охват вакцинации и ревакцинации жителей района остается одним из самых низких в Паркмольской области. По Пурбайской району охват значительно нижнего областного показателя, что составляет 66%. При среднем областном показателе 75,6%. Вторым компонентом охвачено 59,2% населения, что составляет 28 692 человека. При среднем областном показателе 72,9%. По Пурбайской району ревакцинированную ревакцинацию получило только 13 301 человек, что составляет 58%. При среднем областном 65,7%. Хотелось бы отметить из этих цифр, что любая инфекция проводится ревакцинация, так чтобы хотя бы обратить жителей, и гостей города о том, что вакцинацию необходимо проводить. Я думаю, что каждый человек не враг своему здоровью. Желаю вам не болеть. И самое главное, что не забывайте, при любой или иной инфекции вакцинация стоит в первую очередь. Спасибо за внимание. До свидания.